Меня зовут Алексей Грачев, я являюсь зоологом. Уже много лет я занимаюсь изучением горных видов млекопитающих, в том числе снежного барса. Меня зовут Салтурес Апарбаев, я более 15 лет изучаю экологию снежного барса в Алматинском заповеднике. В данном видео мы расскажем о своей работе, что делается для изучения и сохранения снежного барса. Я надеюсь, что будет очень интересно. Мы начали использовать фотоловушки с 2012 года. И информация о снежном барсах с тех пор поступает нам практически регулярно. Каждый год мы занимаемся этой работой, санок фотоловушек и подсчетом численности снежного барса с помощью этих камер. Фотоловушки имеют комплект литиевых батарей. Это довольно мощные батареи. Они могут проработать целый год. То есть, если оставить фотоловушку, установить и прийти через год, она еще будет снимать. До 2012 года мы не использовали фотоловушки, потому что их не было. Мы не знали, что это. Мы учитывали снежных барсов по старой методике, то есть маршрутным методом. Смотрели следы, измеряли. В общем, визуально, если повезет, снежный барс, он очень скрытный. И плюс к тому у него есть такая маскировка, которая скрывает его в местности. Можно, например, если он 10 метров лежит рядом, не двигается, можно пройти и не увидеть его. Ну, в Алматинском заповеднике, я вот работаю с 2005 года, и начал свою деятельность изучая копытных. То есть, копытный, вот сибирский горный козел, это основной корм снежного барса. Так попутно я начал изучать снежного барса, то есть он мне стал более интересен. Вот фотоловушка установлена. Мы ее направили на место маркировочной активности снежного барса. Он часто подходит к этому камню и оставляет свои мочевые метки. Вот, снежный барс метит свою территорию, то есть таким образом они общаются с другими особями. То есть там в их, так сказать, в этих метках зашифрована информация об особи, то есть это самец или самка. Это помогает им общаться, с животным, особенно в период размножения, когда образуются пары. И очень важно, особенно здесь, когда в наших местах, где много туристов, когда мы видим следы снежного барса, либо следы его маркировочной активности, не затаптывать, не наступать на эти участки. То есть можно увидеть след снежного барса, но желательно уйти с этой тропы, потому что в дальнейшем это затрудняет общение между, социальное общение между животными, между особями. В 2019 году во время экспедиции в Алматинском заповеднике мы увидели снежного барса. Я был со своим коллегой, Алтенбеком Джон Спаевым. И увидел примерно на таком расстоянии, вот я находился возле реки, а барсы были как бы на хребте. То есть я увидел только головы. Сначала одну голову, потом сфотографировал, приблизил, там оказалось три головы. То есть это была самка с двумя котятами. И мы начали потихоньку по ущелью подниматься, подниматься. И, в общем, поднялись до такой высоты, что я снял эту самку с 10 метров. То есть на фотоаппарат. После того, как мы получаем фото-видеоматериал из фотоловушек, мы обрабатываем данные на компьютере и смотрим по пятнам снежных барсов. У них, у снежных барсов, свои уникальные рисунки на шкуре. Это как у человека отпечатки пальцев. И так мы определяем численность снежных барсов. Получается, если по возможности получается увидеть там самец, самка. В последние годы в Казахстане наблюдается заметный прирост состояния популяции снежных барсов. И по результатам последних исследований численность составляет порядка 135-170 особей. Это довольно хороший показатель именно увеличения численности. Примерно такая же численность отмечалась где-то в 80-е годы прошлого столетия, когда было около 180-200 особей. Впоследствии численность падала. И на начало 2000-х годов она составляла порядка 100 голов. В 2012 году отмечен уже прирост, где-то около 110-130 особей. В 2018 году мы насчитали 130-150 особей. И как раз в 2021 году численность увеличилась до 135-170 особей. Снежный барс обитает в Казахстане на юге страны, юго-востоке и востоке Казахстана. На юге страны это горы Таласского, Латау, Киргизского хребта. На юго-востоке это горы Зайлийского, Латау, Кунге, Латау, Тецке, Латау. То есть все хребты северного Тиньшани. Также на юге и востоке Казахстана большая довольно находится популяционная группировка в горах Джунгарского, Латау. И на востоке снежный барс сохранился на территории Катон-Карагайского национального парка. Это хребет Южный Алтай. Ну это в принципе вся казахстанская часть алтайских гор. Помимо наших работ, которые мы проводим непосредственно в горах, мы еще ведем и эко-просветительскую деятельность. Мы работаем с детскими садами, школами. Очень важно сформировать экологически настроенное гражданское общество, чтобы человек понимал, что все-таки существование этих видов снежного барса зависит от самих людей. Снежный барс является символом Казахстана. Он также является символом социально-культурного наследия. И наша задача сохранить этот вид как живой символ. Не так, как на картинках, чтобы он оставался, как туранский тигр. А именно сохранить и промножить как живой символ Казахстана.